МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем всех, кто только что присоединился к нашей дружной компании. Сегодня за чашкой ароматного английского чая Ахмад Ти, подражать которому сложно, а повторить невозможно, мы встречаемся с представителями такого вида спорта, как тэйквондо. Рады представить тренер по тэйквондо Олег Юрьевич Праневич, обладатель двух золотых медалей Кубка мира юниор Артем Шульц и председатель Белорусского общественного объединения тэйквондо Сергей Владимирович Винников. Доброе утро! Какие сейчас тенденции в мире тэйквондо? Кто считается, какая страна считается лучшей? Кто за ней тянется? Лучших, наверное, нету. Все страны потихонечку вносят свой вклад в Европе. Такие страны, как, наверное, Польша. Затем, кто? Россия имеет свой атрицет. Украина. Потом в мире Аргентина. Вы прямо все страны называете. Не пальцем, это будет сильная страна. Ну, вид спорта имеет такое развитие. Он очень популярен на сегодняшний день во многих странах, потому что активно развивался вид спорта. Свою вверху внесли корейские инструктора. Вообще, это же корейский вид спорта, правильно? То есть я так понимаю, что все-таки, наверное, корейцы считают себя как родиной тэйквондо. Они должны всех побеждать. Ну, как законодатели, ну да, но на сегодняшний день уже Европа начинает потихонечку диктовать свои условия. Выдавливать. А корейцы говорят, понаехали тут эти непонятные европейцы. Артем, но у вас в финале корейцев не было, да? А с кем? В финале с итальянцем. С итальянцем? Да. То есть тоже серьезный. Очень тяжелый бой был. Давайте напомним нашим зрителям, которые только проснулись и не сразу, знаете, вот могут отличить там тэйквондо от какого-нибудь кикбоксинга. Тэйквондо – это в основном удары ногами, да? Не только. Давайте вот прям… Свободная работа руками и ногами. Это высокая очень поставлена техника ног. То есть техника ног, она очень высокая. Но руками тоже разрешены удары в голову. Перчатки, ну, специальные спортсмены надевают. То есть как бы, ну, это и руки, и ноги. Тэйквондо и ТФ. Есть тэйквондо в ТФ, олимпийский вид спорта. Там больше преобладают ноги. Там запрещены удары руками в голову. У нас как бы разрешено. Вот есть такое различие. В белорусской команде, которая принимала участие, было 18 спортсменов. Среди них одна всего лишь девушка, да? Да. Скажите, почему, да? Почему, девчонки? Такая дискриминация. Нет, не дискриминация. Это, наверное, скорее. Девочки как-то идут, но на сегодняшний день у нас девочки так как-то особо… Недостаточно развиты. То есть не так интересуются или все-таки в физическом… Ну, физическое. То есть девочки как начинают, и когда у нас выступает пора зрелости, девочки начинают сваливаться потихонечку в любовь. А, вот слабое место, да? Любовь начинает мешать. Тэйквондо страдает от любви девушки. Да, от любви. От белорусской. Вас сейчас всем очень жалко, вы понимаете. Значит, эти соревнования, я так понимаю, это всего лишь череда из вот этих вот медалей, которые вы постоянно где-то завоевываете. То есть вы ездите, всех бьете, побеждаете. Расскажите про медаль, которая, может быть, я не знаю, самая была… Ну, не самая долгожданная, но вот к ее получению вы приложили. Неожиданная. Неожиданная, отлично. Расскажите про неожиданную медаль. Это было предыдущее соревнование в Финляндии, темперии, чемпионат Европы. Так. У нас тоже ездила большая команда, но европейцы на сегодняшний день не преобладают на мировом уровне, потому что, ну, европейская школа считается сегодняшний день как бы одна из сильнейших. А мы тоже европейская школа. Да. Да, да. Флагман европейской школы. Чемпионат Европы своего рода, он как бы очень сложный, каждая медаль, именно чемпионат. Медаль с чемпионата Европы, он занял второе место, провел пять поединков, в финале уступил спортсмену с России. Вот эта медаль, можем показать. Конечно, конечно. Числовая. Рема, кто так гордится серебряными медалями, да, круто. Россиянам проиграли. Ну, то есть, мягко говоря, золото и серебро осталось в рамках таможенного союза. Да, да, можно вернуть. А в каком возрасте лучше всего отдать ребенка в эту дисциплину, чтобы достичь каких-то результатов? Все зависит от организации. При нормальном подходе отдают в семь лет, но в семь лет должна быть, естественно, определенная программа. А что обращает внимание тренер? Потому что, когда берут в гимнастику, смотрят на родителей, чтобы какие-то данные уже понять, есть у ребенка, либо нет физически. А вот, да, в тэквондо на что обращаете? В тэквондо обращают внимание, во-первых, когда ребенок приходит, нет неподходящих детей, либо неподходящих родителей. Все подходят, потому что задача тренера – со всеми работать абсолютно. И когда приходят дети, есть подавительная программа, требования к тренеру, на которые нужно вытянуть своего ребенка. То есть, если тренер говорит, что ребенок не подходит, ну, это проблема к тренеру, скорее всего. Все тренера – бежать. Бежать от тренера нужно. Потому что на сегодняшний день все дети талантливые, просто кому-то надо чуть больше времени, кому-то меньше, да. Иногда приходит человек, готовый ко всему, там, во всех растяжках, но трудолюбия, упорства нету. Поэтому мы берем всех, поэтому мы берем всех, и же в процессе тренировки постепенно отсеиваются, отсеиваются, лучшие выходят вперед, но от нас, как правило, никто не уходит. То есть дети продолжают заниматься, дети продолжают заниматься, потому что все-таки наша цель – не только подготовить спортсменов, но просто подготовить здоровую нацию, физически нормально развитых людей, которые смогут защитить и себя, и близких, ну и постоять за честь державы. Артем, а какое у вас хобби? Чем вы увлекаетесь, когда есть свободное время? На улице с друзьями, только если погулять. И так, на самом деле, у меня тренировки времени мало остается. Помимо тренировок, да, подготовка как знамена, поэтому… Знаете, что вот интересно, Олег Юрьевич, можно вам, как тренеру, как происходит ваше общение с Артемом, с любым другим вашим учеником во время выступления? На разном уровне. Когда еще подросток, в общем, можно где-то найти ошибку, когда ошибку где-то там, ну, поругать немножко. Когда спортсмен прозанимался 7-8 лет, все его ошибки – это ошибки трейера. По-разному волнуешься, переживаешь, как бы советуешь. Хорошо. Но не ругаем никогда. Просто Олег Юрьевич сам еще 10 учил спортсменов, на всякий случай, и он принимал участие в Кубке мира тоже. Ну, прошел два боя, ну, дальше не хватило физических возможностей, потому что, ну, не хватило. Быть тренером и спортсменом – это очень сложно. Конечно. Потому что все-таки не хватает где-то времени, возможностей. Да и сам себя тренировать постоянно, да, со стороны на себя смотреть, конечно, сложно. Я тренируюсь в Сергея Владимировича сейчас. Я знаю, что, Сергей Владимирович, вы не просто тренер, я знаю, что вы трудитесь в нашем университете иностранных языков. Да, есть такая. Вы там преподаете физкультуру? Да, преподаете физкультуру. То есть… И секцию ведут в секцию тэквондо. Нет, тэквондо секция – это понятно. Но там же огромное количество людей, которые приходят не на тэквондо, а просто там сдать какой-то норматив, там пробежаться. Есть такое дело. И как вы говорите, был бы ты у меня в секции по тэквондо? Ну, с нормативами не было проблем. С нормативами проблем не бывает, но… Ну, просто Ильяс, там одни девушки. Мне кажется, что должно у вас побольше быть девушек в сборной. Ну, вот девочки, я же говорю, любовь мешает, мешает любовь. Девочки начинают и очень быстро, то есть, куда горит. Все девочки влюбляются в Сергея Владимировича. Может быть, есть смысл на какое-то время его заменить, да, ну раз вот так, вот такая трудность. Я иногда предлагаю, он не держится за это место. Я сам справлюсь. Расскажите, что, где за вас поболеть можно будет в ближайшее время, куда поедете, кому готовиться? В ближайшее время? Есть, ну, небольшие турниры, это проходные, грубо говоря, для обкатки. Это будет Мазови, турнир в Польше, турнир Мазови, Мастер Кап. Вы сказали, что Польша сильная страна, да? Да, они на Европе, они уже 25 лет на чемпионатах первое место занимают, в чем за счет. 25 лет, да, там, как бы у них очень серьезно это все стоит. Большие старты, это будут чемпионаты Европы в Болгарии, это в апреле месяце, и чемпионат мира в Ирландии. Это главное? Да, чемпионат мира, вот это два турнира, чемпионат мира, где мы хотим все-таки с Артемом еще поехать, он будет выступать в юниорах, взять золото, конечно же, будем стараться. А поступление, Артем, это сейчас я говорю не я, а словами родителей, я так понимаю, да? Нормально, не входит это в противоречие? Успеем? И поступить? Он везде успеет. И в Ирландии чемпионом мира стать? Тэквондо ИТФ, наверное, начинало зарождаться с имьяза, потому что, да, там и в 91-м году пригласили туда корейского инструктора, вот, и все, Тэквондо начиналось с имьяза. Вот он оттуда вышел, потихонечку получил развитие во всей республике. Здорово, здорово, здорово. Кто бы мог подумать, что, оказывается, наш университет иностранных языков, это альма-матер не только переводчиков, но и всех наших чемпионов по Тэквондо. Это не шутка, абсолютная правда. Спасибо огромное, мы желаем вам побед, мы вами гордимся. У нас в гостях сегодня были тренер по Тэквондо Олег Юрьевич Проневич, тэквондист-юниор, чемпион Артем Шульц и председатель Белорусского общественного объединения Тэквондо Сергей Владимирович Винников. Спасибо огромное. Мы говорили о том, что белорусская команда вернулась с Кубка мира по Тэквондо, который проходил в Будапеште. Две золотые медали и четыре бронзовые награды у нас в кармане. Ну и, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим на тэквондистов в деле. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА